И создает свою модель философии науки. Что я хочу сказать, дорогие друзья, вот такое маленькое видение сделать, чтобы вы поняли ценность сегодняшней темы. 20 век, это век рассвета философии в целом. Философия науки занимает особое место в контексте философии как таковой, философии 50-й в целом. И вот обратите внимание, мы с вами персонально изучаем мыслей этих философов в науке. И мы видим, как они на друг друга влияют, как эти влияния преодолеваются. Я считаю, что в историю культуры, вот в целом историческому, нет примера более мобильных коммуникаций, взаимодействий, чем то, что мы с вами сейчас рассматриваем. Поппер Вьерабинг, Вьерабинг Кун, Кун Локатос. Вот он, диалог или полеолог. Вот он, симпозион. То, что Платон называл встречи философов, собрание философов, симпозион или пир по-русски. Действительно, пир духа. Я еще раз смотряю. Нету другого случая, когда мы видим, как вот ветвится древо мысли, ветвится за счет усвоения материала, его преодоления, его преодоления. И в этом программе Локатос дает нам совершенно уникальный пример. Я вас вот так вот настраиваю вас наперед. Мы видели с вами дискуссии, мы видели с вами столкновения разных точек зрения. Локатос в каком-то смысле обобщил все эти вот искания. Я бы сказал, что он защитил синтез. И его философия ноги, и его отбады и разуме ноги, она отвечает какой-то внутренней уравновешенностью, гармонией, зрелостью. Вот в этом биологии, о котором я говорю, было много крайностей, крайней позиции. Позиции экстремальные, экстремальные. Двенский кружок. Дойти до чистого факта. Во что бы это ни стало. Абсолютно чистый факт. Сложно на все начинать. Одна крайность. Поппер. Фальсификация. Появился контрпример. Далой теорию. Прямо вот надо ее рубить с плеча. И никаких категоричной жесткости. Крайности, крайности. И вот появляется Локатос. Человек, способный к синтезу. Способный взять все позитивное у своих оппонентов. Отдать им уважение. Человек потрясающей гибкости. Толерантности. Настоящая толерантность. Самый классический пример толерантности. Один из умнейших людей 20 века, конечно. И сейчас мы это с вами проследим. Вот как он обобщает опыт. Как он осуществляет синтез. Прежде всего я дам название его концепции. Она называется так. Методология исследовательских программ. Это термин Локатоса. Собственно говоря, это и есть то, что он нам оставил. Вот философия внуки Локатоса. Это методология исследовательских программ. Я раскрою это термин немножко позже. А пока хочу начать вот с чего. С чего начинает Локатос? Локатос, прежде чем развить свои взгляды, обозревает поле битвы. Идеологическое битвы. И очень ярко это делает. Исходные позиции. Его теории. Сейчас я вот их хочу обозначить. И мне придется ввести некоторые новые термины. Итак, Локатос. Это начало 60-х годов. Еще совсем молодой ученый. Вот он попал из страны, коммунистическую страну в свободную. И вот он приобщается к тому, что он видит. Что он видит? С одной стороны, он видит очень сильное влияние неопозитивизма. Мы о нем много говорили. Но сейчас я веду новый термин, связанный как раз с неопозитивизмом. Но относящийся не только к нему. Термин, который у нас раньше не было. Но его надо нам усвоить. На него делает упор Локатос. И не случайно. По-английски, есть такое английское знание, я уже говорил русский вариант. Джастификация. Запишите. Джастификация. Джастификация. Ну, буквально это обоснование. Обоснование. В связи с этим, на основе этого понятия, создан термин, очень плохо произносимый, джастификационизм. Но придется его записать. Он, этот термин употребляется в нашей литературе, употребляется, ну, очень, так сказать, устойчиво. И надо с ним ситаться. Значит, первое, что он подвергает критике. Что такое жестыфикационизм? Это основа на то, что необходимо, необходимо подвести науку основания, обосновать науку. Мы об этом говорим. Но когда я что-то повторяю, я повторяю в новом ключе, в новом контексте. Если нет доказательного обоснования, если нет доказательного обоснования, то перед нами иллюзия, перед нами мираж. Поймите, поймите пафосы, ахотик искания. В чем он заключается? Мы хотим иметь науку. Настоящую науку, понимаете, да? Науку, за которой слит истина. Сколько раз человечество обманывалось. Сегодня я буду показывать примеры теории весьма авторитетных, подкрепленных, вот очень любят это слово, аглокатус, подкрепленные теории. Подкрепленные и эмпирически, и теоретически, да? Вот они весом, они авторитетные, за них дают звания, за них присаждают премии, и вдруг оказывается, что это иллюзия. Вы понимаете? Сколько разочарований в истории человеческого духа. Вот эта жажда, жажда, это именно жажда по бесспорным, несомненным, незыблемым, максимально устойчивым обоснованиям опереть на оку, а фундамент на фундамент. Я хочу сказать, что жастинфиканизм использует, исповедует разные философские направления. ну, скажем, если Дехард говорит, что вот самой надежной основой или основанием для науки является «мой разум», мой разум, да, так, вот, то он джастинфикасионист. Он опирает здание своей философии на свое радикальное сомнение, на свой принцип хогита и аргосума, если следует за существом. Декарте рационалист. Термин «жастинфикасионизм» мы сейчас применили по отношению к рационалисту. Но, но, все-таки, все-таки, чаще всего этот термин употребляется по отношению к эмпирикам. Вот так. Какова реальность, если хотите реальность лингвистическая, семантическая, какого угодно. «жастинфикасионизм» это первая скрипка венского кружка, первая скрипка неопозитивизма. Вот это тема, которая у них доминирует, тема, которая является ведущей. Как вы помните, «жастинфикасионисты» этого ошиба, этого призыва пытается сформулировать так называемые фактуальные предложения. Фактуальные предложения. Что значит фактуальные предложения? Это предложения, которые основаны на бесспорных фактах. На факты, которые не подлежат обсуждению, дискуссии. Нечто предельно простое и абсолютно очевидное. Вот очень много сделал Локатос направлении критики этой концепции. Что Локатос показал? Факт, да? Факт. Перед нами факты. Ну, знаете, что Локатос это теория? Есть два уровня. Эмпирический и теоретический. Правильно, да? Мы хотим теорию оперить прямо о факт. Вот, понимаете, да? Как бы это два разных слоя реальности. Мир фактов и мир науки. Вдумайтесь внимательно, да? Почему это невозможно сделать? И это показал Локатос. В эти факты это то, что относится к действительности, к реальности. Но мы ученые. Мы формулируем предложение. Предложение, да? Вот, мы говорим, что это предложение фактуальное. Вы понимаете, вот нельзя, нельзя осуществить стыковку голого факта и языка. Понимаете, да? Вот нет такого перехода от факта к языку. Язык есть язык. Язык накладывает свою печать на все. Что бы мы ни говорили о факте, и это говорил не только Локатос, но Локатос это очень хорошо показал. Всегда, всегда вот все это наше чувство, факты же чувственные, да? Все это наше чувство, как этот термин я уже использовал, теоретически нагружено. Локатос любит объявлять слово ожидание. Вот мы что-то ощущаем, да, или хотим что-то ощутить, вот хотим нащупать какой-то простой факт, да, и мы уже на это настроены, мы чего-то ожидаем, ожидание, оно активное, ожидание, оно уже теоретично, теоретично. нет голых фактов, есть высказывание фактов, высказывание фактов, да, есть предложение фактов, и это теоретические предложения. Вот главная мысль, фактуальные предложения не существуют, потому что язык и факт не могут срастись, между ними есть прослойка, неодалимая, барьер. Фактуальные предложения, как говорит Локатес, это показывает очень ясно, четко, они недоказуемы, недоказуемы, и они не могут быть основанием для других. Локатес очень много будет говорить об опыте, о его значении, он найдет гармонию между ампиризмом и рационализмом, но вот здесь он совершенно четко. он говорит, вот это его важнейшее положение, все предложения науки это предложения теоретические. Ну-ка, это теория, теория, да, конечно, она изучает мир фактов, но она стоит над фактами. выше фактов. И мы с вами увидим скоро, я вот когда сейчас вас подведу, немножко погодя, но уже сейчас скажу, сейчас скажу, да, вот что сделал Локатес. вы понимаете, так я скажу грубо, вот у ученого всегда есть страх перед фактом, особенно перед фактом негатива. вот факт, который вдруг ставит палки в колеса моей теории, теория моя начинает трещать, ну что сделать с фактами, факты, против них не попрешки говорите, да, придется с ними считаться. Вот заверьте и ответьте у себя, у классической науки, да и не такое классическое, имеется то, что можно назвать страхом перед фактом, такая можно я сейчас термин такой веду фактофобия, вот я его сейчас придумал и прямо его вам дарю, и этот термин надо закрепить, Максим, правильно, фактофобия, так я и говорю, да, вот что, так, это живой разговор, что ты мне показываешь на камере, нормально, это должен запечатлеться, правильно, да, это живой разговор, живое обсуждение, вот сейчас у меня родился термин фактофобия, очень точный термин, экспромтом, импровизация, так вот, что сделал локатус, вот этот такой специфический невроз, который он стал голубой, он его вылечил, не бояться фактов, плевать на факт, вот так, грубо говоря, поедете, да, теория выше фактов, теория, можно побить факт, да, конечно, к ним надо присмотреться, да, надо их учесть, но так, чтобы вредими трепетать, опускать руки, нет, вот это огромная заслуга локатус, огромная заслуга локатус, то есть, локатус показал, что наука говорит на языке теории, все предложения науки, это теоретические предложения, они фактуальные, все фактуальное сразу же переводится на теоретический уровень, сразу, сразу все теоретизируется, нет элементарных фактов, которые были бы чисты, на которых не было бы печати нашей личности, не было бы печати нашей предвзятости, нашей субъективности, нашей позиции, вот нет таких дистиллированных непогрешимых чистых фактов. Так вот, локатус использует такое очень интересное понятие кодекс чести ученого, кодекс чести ученого, сейчас мы увидим, как этот кодекс чести по-разному, так сказать, себя проявляет в разных школах, вот кодекс чести неопознавистый бирико такой, основой в буквально фактах, в актуальных предложениях, считаться с фактами, предельно считаться, вот это кодекс чести, кодекс чести. Железная привязка к факту, железная, никакой гибкости, связка металлическая. И на этом строят теорию. кодекс показал, что здесь, как он говорит, здесь мы завиваем сваи в болот, вот его выражение, сваи в болот, вот нет этого бетонного фундамента, фактуального. Есть те, что гораздо более сложное и гораздо более сложное и неоднозначное. Дальше. еще вожу один терм, хотя, вероятно, он у меня уже звучал. Вы знаете, Жеменский крышок очень ярко вспыхнул, вообще все, что он сделал, это замечательно, если дальше это пересматривается, то мы отдаем должное венцам. Вы знаете, что вот они потерпели неудачу с этим, с этим обоснованием. Начался кризис. И этот кризис привел к очень интересной концепции, которая называется пробобилизм. Ну, такой термин у нас был, но все равно надо напомнить, да? Надо напомнить. Пробобилизм. А слово вероятность, пробобилизм, вероятность. В чем здесь новизна? Вот такие вот, знаете, жестовикационисты такого пошиба твердого, консервативного, но они требуют однозначной связи с фактом, однозначной, как я сказал, жесткой связи, да? Пробобилизм вводит понятие вероятности, вероятности, да? Вот теория может быть истинной с той или иной меры вероятности. И связь с фактами становится вероятностной. Понимаете, неоднозначной, неоднозначной. Ну, такое вероятность, вы понимаете, что такое вероятность, да? Вероятность размывает то, что мы назвали однозначностью, однозначностью. Вероятность предполагает игру случайности. Вероятность предполагает возможность противоречивых, показаний, свидетельств. Есть распределение вероятности, для распределения вероятности, они бывают разные, тут есть свои закономерности. Значит, истина, она может иметь вероятностную природу. Обратите внимание, что здесь, конечно, имеет место откат или отход от начального идеала. Это уступка, уступка. И, оказывается, говоришь, что вот здесь как раз проявляется кризис, кризис джастерикационизма. Как он говорит, это ослабленная форма джастерикационизма. Я бы сказал, где-то половинчатая. Но вероятность, знаете, наверно, можно списать неудачу опыта. Вероятность, она как бы, ну, облегчает жизнь ученого. Но хорошо это или плохо? Наверное, не слишком хорошо. С другой стороны, конечно, вероятность занимает огромное место в картине мира. И в правобилизме есть, несомненно, свой позитив. Так, вот так Логаттас анализирует первого своего оппонента джастерикационизм. Второе. фальсификационизм. Второе направление критики – фальсификационизм. Это Поппер, прежде всего, конечно. И здесь тоже сказано много нового и оригинального. Но вы помните главный тезис Поппера. Наука не может доказательно обосновывать. Не может доказательно обосновывать. Сразу отказаться, что с их эземизма. Наука может опровергать. Наука может не опровергать. О чем я говорил. Но сейчас я это повторю в новом контексте и повторю не буквально. Что такое история науки по Попперу? Череда фальсификации. Череда фальсификации. Появляется факт, негативный факт, контрпример или контраргумент. Согласно Попперу, да, этот факт терпедирует теорию. Все, она тонет. Один факт, один выстрел. И теория, в которой вложено колоссальное усилие, идет намного. Как говорит Поппер, это ведь тоже красиво, это тоже романтично, да? Он говорит, что наука, прежде всего, должна выдвигать смелые предположения. Смелые предположения. Главное призвание ученых. Какие предложения? Предположения или предложения, так? Не обоснованные. Ученник должен сразу трениться обосновать. То есть, если механизм по борту. Второе. Ученник должен претендовать даже на выдвижение вероятное предположение. Удар по пробабилизму. Я в своей лекции о Поппере этот момент как-то почему-то упустил, но это именно самое-самое знаменитое, что есть у Попперова. Сейчас я тут скажу, да? Лучше то, что невероятно. Ближе к истине то, что невероятно. Вот Поппер этим вошел в сознание, в массовое сознание, да? Ну, какая-то готовность к невероятному. Здорово сказано, что не говори. И много здесь правды. Приходит новый гений, и мир становится другим, мир обновляется. И это обновление всегда непредсказуемо. Вот эта непредсказуемость, неожиданность, незамость, нечаянность научных прозрений, научных прорывов. Это здорово. И что же? То, что было невероятно, то, что так очаровывало, хотя это очарование требовало больших усилий. Ролла именно в начале своей новизной, потом шла адаптация. Мы радоксальное превращали в радодоксальное. И раз. Контраргумент. Аномалия появляется по кону. И теория, которая была так хороша, которая так нас волновала. Все. Идет на нет. Знаете, жалко, правда? Жалко. И вот Логатос вот это чувство пережил. Будем сейчас внимательно. Поппер. Состав. Свою модель историю науки. В чередах велесивекарцев. Убедительно, понимаете? Очень убедительно. Хотя очень трагично. Насколько эта картина Поппера реалистична? Ведь для Поппера все-таки главным в науке момент какой? Все-таки момент негативный. Момент негативизма, да? Презвекация – это ведь отрицание. Презвекация – это разрушение. Да, теория должна быть фальсифицируема. Несомненно, да? Но ее может. В принципе, она потенциально должна. Может быть фальсифицируема. Напомню, что Поппер утверждает. То, что не фальсифицируема, то есть вида физическая. Обратите внимание. Опять камень в огород метанистики. Поппер спорит с Верским Грушком. Да, Поппер, конечно, успехчил позицию по отношению к метафизике. Но вот здесь опять этот негатив к метафизике, с которым не согласится Локатос. Кодекс чести. Кодекс чести ученого. По Попперу пишем. Второй случай кодекса чести. Да, что сказать? Третий. Причем, это третий. Кодекс чести у проблабилистов. Да. Ну, опираться на вероятности. Не требует однозначности. Это какая позиция? Более гибкая, более пластичная, чем у традиционного шестерекционализма. Третий вариант кодекса чести. Не сопротивляйся пластиканцам. Не сопротивляйся пластиканцам. Не сопротивляйся пластиканцам. Не препятствуй критике, с твоих взглядов. Вот это очень интересный этический императив. И очень трудный. Понимаете, как трудно согласиться с тем, что твое дитё провалило. Отказаться от его защиты. Сразу его списать в расход. А кодекс чести ученого по Попперу требует именно такого мужественного, сурового, элегористического отказа от того, что в что-то вложилось в жизнь. Итак, наука как череда фальсификации. Наука как череда отрицаний. Конечно, это очень красивая картина. Вот предлагается безумная гипотеза. Она сразу сводит на нет свою предшественницу. Безумная гипотеза. Безумная теория. И эта теория тоже должна умереть. И никакой пощады здесь не будет. Никакой милости она не получит от нас. Должна появиться еще более безумная теория. Еще более невероятная теория. И ее ждет такая судьба. Понимаете, вот история науки как история каких-то подрывов. Понимаете, да? Вспышка и подрыв. Вспышка, подрыв. Вспышка, подрыв. Это увлекает. Но эта все-таки концепция, как показал Локатос, не отвечает реальность. Локатос говорит, вот это важнейшая сторона его концепции, да? Что теория, а значит и ученые, сопротивляются, сопротивляются контрпримерам или аномалиям. Так. Ага, появилась аномалия. Ага. Зачитанный аргумент. Значит что, руки по швам? Или наоборот руки вверх? Нет. Я буду бороться за свои взгляды. Мороз активно буду их отстаивать. Вопреки фактам, которые против меня работают. А я буду искать другие факты. Или я так свою теорию модифицирую? Что она действительно аномалия. На самом деле это и имеет место в реальной истории науки. Мы никогда не увидим, чтобы теория, которая встретилась с контрфактами, с контрпримерами, сразу бы была списана. Сразу была бы отправлена в отставку. И ученые без ропота с этим согласились. Этого нет. Этого нет. Локатес. Вдруг на историю науки. Вот своими глазами. Вдруг на историю науки. Вы видели, как смотрит на историю науки Поппер. Мы с вами выанализировали взгляды Коуна. Потом у нас будет возможность даже обсудить с точки зрения Великого полуфеерами. Да вот еще один четвертый подход. И очень нетривиальный, и очень гармоничный. Сейчас я буду это показывать. Хочу заметить, что среди теорий и концепций, которые разбирает Лакатас, я назову еще одну. Жестверхиционизм раз, фестверхиционизм два, конвенционализм. Надо было, конечно, мне специальную лекцию об этом прочитать. Может быть, я успею в одном году это сделать. Конвенционализм. Я об этом говорил. Наверное, может, и пока рано, собственно, и проблемы выделять. Конвенционализм. Но что такое конвенционализм? Это договор ученых, согласие ученых. Относительно тех или иных терминов. Как мы их понимаем? Чтобы не было у вас разброда. Относительно тех или иных методов. Мы договариваемся, не будучи стопроцентно уверены в том, что предель нашего договора абсолютно отличает истине. Нам нужно договориться. Мы пока истиной не владеем. Но чтобы истине не владеть, нам нужно консолидироваться. Вот давайте условимся, чтобы это понятие «масса» было бы не укладывать такой смысл. Чтобы не было у нас разнобоя. Чтобы мы могли друг друга понимать. Конвенционализм. Кодекс его чести, вот, конвенционализм, будет какое утверждение? Ну, во-первых, мы должны быть солидарны. Друг с другом, если мы заключили договор, не нарушать договор. И второе. Второе. Ведь можно договориться с чем угодно. Понимаете, да? Принятым договором может быть идея фантастическая. Мы так решили, проголосовали, утвердили. Верно? Конвенционализм, он отличается большой свободой внутри себя. Это термин нам скоро потребуется. Хорошо. Теперь я перехожу, собственно, к изложению концепции локатуса. И вы сейчас поймете, как здесь начинают играть все, так сказать, вот, эти кодексы чести в разных вариантах. И как будет новый кодекс чести проступать. Новый кодекс чести проступать. Чести сельская программа. Чести сельская программа. Что такое сельская программа? Вот самый главный термин. Локатуса. И все здесь неизна. До локатуса, его предшественники, скажем, кун. Что считали деницы на лице? Вот они философы науки. Они философы науки. Каждая наука имеет, ну, как бы, свою атомистику. Денису исследовали, тогда. Атом, так сказать, исходы. Для политической философии науки, ну, скажем, для Попера, такой денис является теория. Теория. Или иногда совокупность теорий. Завокупность теорий. Постей селокатуса. Единицей исследования является множество теорий. Множество теорий. Между которыми есть внутренняя связь. Эту связь мы сейчас с вами проявим. Множество теорий, которые последовательно сменяют друг друга, другом. Сменяют друг друга, раз, сменяют. Но, второе, они могут существовать и параллельно. Есть теохрония. В этом множестве теорий теохрония. Последовательность. Теория одна наследует другой теории. И есть синхрония. Есть сосуществование, есть параллельность. Множество теорий. Имеющих какую-то внутреннюю связь. Какую-то внутреннюю согласованность. Вы понимаете, это новый взгляд на науку. В целом. Вот эта множество теорий, она и составляет исследовательскую программу. Сейчас я это буду раскрывать детально. Но вы должны понять, что здесь взята очень высокая точка зрения. Высота взята. Это крайне важно. Это очень серьезное достижение Локатоса. Вы знаете, взгляд на науку до Локатоса он был бы как бы мелкомасштабным. А вот Локатос взял большие горизонты. Взял рамки предельно широкие. И сразу, сразу изменение масштаба сразу дало результат. Интереснейший результат. Итак, исследовательская программа. И что она состоит? Да, исследовательская программа. Она прежде всего я честно начинаю анализ этого понятия. Структура исследовательской программы. Структура исследовательской программы. Еще я сделал одно замечание. Как правило, в ту или иную эпоху, в тот или иной момент исторического времени конкурирует несколько исследовательских программ. Обратите внимание, что Локатос везде и все тут нас настраивает на плюрализм. Исследовательская программа это не одна теория, а множество теорий. Наука в данный момент времени это не одна программа, а множество программ. Сейчас, зависит в скобках, как он интересно охарактеризовал нормальную науку по куму. Помните, нормальная наука, наука, которая держится парадигма, держится очень четко и не выходит за шору, которая парадигма чуть ли не навязывает. Он сказал так, что парадигма или нормальная наука по куму, это одна исследовательская программа, заявившая свою монополию. Монополию, да. очень глубокий взгляд и заглушившую другие исследовательские программы. Вот советские ноги это имело место. Монополия. Место свободы. Место свободной конкуренции. Конкуренция. Вот понятие конкуренция для локадоса является ключевым. Конкуренция. Исследовательская программа конкурирует друг с другом. Очень важно. Ну вот теперь я могу перейти собственно к изложению того, что такое исследовательская программа. И сразу вот задам ее структуру. Сразу задам ее структуру и потом и каждое звено структуры будет анализировать отдельно. Первое. Ядро программы. Ядро программы. Второе. Позитивная эвристика. Позитивная эвристика. Третье. Негативная эвристика. Негативная эвристика. Итак, ядро программы. Очень важно для нас понять. Давайте ясно писать определение. Что такое ядро программы? Это жесткая неизменяемая часть программы. ядро. Оно защищено. Мы сейчас видим, как это осуществляется. Жестко неизменяемая часть программы. Орешек, который трудно взять. Ну, что такое это ядро? Еще одно состоит. Это совокупность фундаментальных принципов теоретических. Они фундаментальны. То, что мы считаем кругольным камнем для первых фундаментальных и теоретических принципов. Второе. Как конкретно научные, конкретно научные, предельно конкретные, так и метафизические допущения об антологической природе исследуемой области. Антология. Что мы изучаем? И конкретно, и в общем. Все очень просто. Фундаментальные теоретические положения, антологические допущения. Третье. Общая стратегия изучения. Методы, приемы, критерии истинности, общая стратегия изучения. Ядро. Так вот, самое важное для нас, так, вот здесь мы с вами используем слово конвенционализм. Мы с вами договорились, говорите, конвенционально, да, что мы ядро будем беречь. от ударов по нему мы создадим защиту. И подскажем все эти дра только тогда, когда мы поймем, что исследовательская программа себя исчерпала, и все наши меры по спасению дра оказались неудачными, несостоятельными. Вот есть договор между нами, мы заключили союз с вами, соглашение, определив, что такое ядро, определив на основе вдумчивого анализа, и мы должны это ядро охранять, охрану. Дальше. Позитивная юристика. Второе. Второе. Позитивная юристика. Я позволю вам сейчас продиктовать прямую цитату из Локатуса. Что делает позитивная юристика. Ну, вы знаете, что юристика это слово эврит и искать, да, это принципы поиска научного. Позитивная юристика определяет проблемы для исследования. Это очень важно, поисчувствовать проблему, высветить проблему, уловить, вот, нужно иметь нюх. Проблема это всегда что-то неразрешенное, что-то неясное, требующее расшифровки, декодировки, вот это надо видеть.